Если даны точки двух цветов, если даны два конечных, не пересекающих друг друга, множество А и В, то есть хотя бы одна прямая, которая пересекает не менее чем в двух точках только одно из этих множеств. То существует хотя бы одна прямая, пересекающая только одно из этих множеств и не менее чем в двух точках. Ребята, вот эта задача явно вариация теоремы Сильвестра. Чуть изменилось условие. Вместо того, чтобы пересекало ровно по двум точкам, мы просто требуем, чтобы была одноцветность. Решаем, чтобы пересекло по нескольким точкам, но требуем, чтобы они все были из одного и того же множества. При помощи формулы Рейлера решить можно обе задачи. Давайте это сделаем. Только нам потребуется сейчас некоторая конструкция, которая называется «переход к двойствам». Это, между прочим, очень полезно бывает не только в этих задачах, а во многих других. Оказывается, что во многих геометрических задачах можно точки заменить на прямые, а прямые на точки, и в некотором смысле ничего не поменяется. Давайте это я быстренько объясню, потому что это важно понимать. Без этого просто я решение сейчас не смогу решить. Представьте себе, что у вас есть какая-то конфибрация точек. Вот есть какие-то точки прямые, может быть, по несколько точек на прямой, может быть, по... В общем, что-то такое. В принципе, понимаете ли вы, что можно выбрать систему координат, чтобы ни одна из этих прямых не проходила бы через начало координат. У меня конечный набор точек, конечный набор прямых. Можно? Можно. В таком случае у каждой прямой уравнение можно записать в таком виде. Ах плюс Бу равняется С, где С не ноль. А вот сейчас простая идея. Ребята, интересно, а зачем здесь не все на С, если оно не ноль? Можно же разделить все на С. И тогда уравнение ведет такое... АЦ умножить на Х плюс БЦ умножить на И равняется единице. Давайте договоримся для пары Х-И, для пары вот этой. А делить на С, Б разделить на С. Говорить, что вот эта точка лежит на этой прямой, если выполнено вот такое равенство. А теперь внимание. Возьмем и поменяем их местами. Смотрите, здесь у меня пара часов. И здесь у меня тоже пара часов. Соответственно, мне лишь что важно, что когда первое число умножить на первое и прибавить к этому второе умножить на второе, то получилось единице. Ну, отлично. Значит, если раньше у меня были постоянные какие-то вот эти числа, и я рассматривал всевозможные пары Х-И, для которых получалось прямое, то сейчас я наоборот могу посмотреть, и в результате точка Х-И превратится в коэффициент какой-то прямой. И наоборот, прямая превратится в точку. Всего лишь за счет перестановки вот этих вот двух умножительных. Соответственно, если мне дали какую-то вот такую вот фигурацию, то я могу приспокойненько взять сначала координат, не лежащим ни на одной из прямых, и сделать вот такой вот замен, и, соответственно, точки перейдут в прямые, а прямые перейдут в точку. В результате... А да, это еще такая вещь. Слушайте, а ведь когда у меня есть прямая, то я могу замечать область и нарисовать это на сфере. Почему? Я могу взять плоскость обычную. Там где-то проходит прямая. Могу взять центр сферы, эту прямую, провести через них плоскость и посмотреть, где эта плоскость пересекает сферу. Это будет большой круг. Что-то типа экватора, только под каким-то углом. В результате каждая прямая на плоскости изображается на сфере небольшой окружностью максимального радиуса из тех, что лежит на сфере. И теперь давайте переформулируем вот эту теорему и легко докажем ее при помощи формулы Лейбер. Смотрите, если данные большие круги на сфере, не имеющие общей точки, не имеющие общего диаметра, общие точки или общий парад, можно точка, когда одно и то же, не имеющие общего диаметра, то, смотрите, там было раньше, есть хотя бы одна прямая, а теперь есть хотя бы один диаметр, или есть хотя бы одна точка, есть хотя бы одна точка, значит, что проходящие через две точки, А теперь лежащая ровно на двух больших кругах. Ребята, обратите внимание, что у нас получилось. Теперь речь идет о том, что есть сфера, на которой как-то нарисованы большие круги. И нужно доказать, что не может быть, что через каждую точку проходит много этих больших кругов. Много – это больше двух. А это известнейший факт из теории графа. Дело в том, что если вы все эти точки, в которых большие круги пересекаются, назовете вершиной ажку графа, то тогда вы на сфере получите граф, который будет иметь вершины следующей степени. Когда два больших круга пересекаются – это вершина степени 4. Когда три больших круга пересекаются – это вершина степени 6. Но тогда больше – еще больше. А не бывает, чтобы в графе на сфере в каждой точке сходились бы 6 или больше ребра. А поскольку я это сейчас не доказывал, давайте я это сейчас быстро докажу. Кстати, давайте поймем, почему граф на сфере и граф на плоскости – это одно и то же. Потому что когда у вас есть любой граф на сфере, вы можете взять какую-нибудь точку, не лежащую на его ребрах, но, естественно, не являющуюся вершиной. И с этой точки все спроецировать. Просто поставить лампочку, и у вас получится проекция на плоскости, когда какой-то граф на плоскости будет. Количество его граней будет такой же, как в сфере, и все будет то же самое. Итак, чтобы доказать теорему Сильвеста, я просто должен доказать, замечательный такой факт, что если есть планарный граф, то у него есть хотя бы одна вершина степени 5 или меньше. Итак, теоретка. В другом планарном графе есть хотя бы одна вершина степени не больше 5. Ну, ребята, это очень известный и очень важный факт. Давайте, если у вас есть такое равенство, вершина минус рёбер, то есть грани равно 2, то, смотрите, если бы все вершины были степенью 6 или больше, то в таком случае, когда вы у каждой вершины посмотрели, сколько из неё выходит рёбер, получили бы, по крайней мере, 6v отрезочков. И, значит, 6v было бы меньше или равно, чем 2f. Потому что у каждого ребра две вершины, и кончиков, вы, значит, прошли по всем вершинам, в каждой посчитали сам кончики, если в каждой вершине не меньше 6, значит, получается вот такое неравенство. Замечательно. У каждой грани не меньше, чем 3 стороны. Поэтому, опять-таки, 3g меньше или равно, чем 2f. Потому что, когда вы всё это разрежете на отдельной грани, то опять-таки, каждый ребро, оно входит в две грани. Отсюда мы оцениваем количество вершин сверху, как количество рёбер делить на 3, и отсюда количество граней не больше, чем 2 третьих r. Ну, замечательно. Если сложим, то получится, что вершин плюс граней не больше, чем r на 3 плюс 2 третьих r, то есть не больше, чем r. Но, с другой стороны, это r плюс 2. То есть получили, что r плюс 2 меньше или равно r. Противоречие. Значит, всегда есть хотя бы одна вершина степени не больше, чем 5. И таким образом мы теорему Сильвестра при помощи вот такого выхода. То есть сначала прямые точки поменяли местами, и потом перешли к графу на сфере, где воспользуются вот этой теоремой. Отлично? Отлично. Отлично. Отлично.